Всем привет! Наверняка многие слышали, что обезьяны — это довольно умные существа. Но еще бы, ведь иначе они бы не смогли воспитать Тарзана так, что он сумел очаровать красавицу Джей. Но иногда интеллект некоторых из них может развиться до такой степени, что это просто поражает воображение. Горилла Коко — живой тому пример. Итак, в сегодняшнем видео мы расскажем вам про удивительную говорящую обезьяну и ее послание человечеству. Поехали! 4 июля 1971 года, прямо в американский День независимости, в зоопарке Сан-Франциско на свет родилась горилла, которой дали необычное имя Коко. Нет, вовсе не в честь Коко Шанель. В переводе с японского слово Коко означает «дитя фейерверков». Ведь фейерверков в тот день наверняка и правда было много. Однако Коко знаменита не только своей необычной кличкой с неожиданно восточными корнями. Горилла умеет говорить. Правда, слова вслух она не произносит, зато пользуется языком жестов — амслином, который в ходу во многих странах мира. Само собой, даже самая умная обезьяна вряд ли смогла бы выучить такой язык самостоятельно, если это не один из персонажей планеты обезьян, само собой. Почти с самого рождения СКОКО занималась сотрудница Стэнфордского университета Пенни Паттерсон. На тот момент Пенни писала диссертацию и очень нуждалась в исследовании механизма общения человекообразных обезьян. Для начального эксперимента она выбрала в качестве объекта маленькую самку гориллы из Сан-Франциского зоопарка и с тех пор не расстается с ней. Пенни назвала обезьяну Коко и стала обучать языку глухонемых. Стоит сказать, что до этого гориллы считались, ну скажем так, не самыми умными представителями животного мира, зато очень агрессивными, поэтому ученые не особенно стремились поговорить с ними. Мало ли, что этим гориллам взбредет в голову, верно? Однако эксперимент Пенни просто перевернул научный мир с ног на голову. Конечно, это было непросто. Если у вас есть собака, то вы знаете, что даже обучить ее командам бывает довольно сложновато, а тут целая горилла. Если бы Пенни учила языку жестов маленького ребенка, она бы сама складывала его руки и пальцы в соответствующие жесты. А вот и нет, совсем не те, о которых вы подумали. Но Коко попросту не позволяла к себе прикасаться, поэтому процесс здорово затянулся. Пенни приходилось показывать горилле предмет, а потом соответствующий ему жест. И так много-много-много раз. Прежде чем кто-то из наших зрителей испугается и успеет пожалеть доктора Паттерсон, сразу скажем, что Коко оказалась очень способной ученицей. Первое, что она продемонстрировала своей учительнице – жест чувства жажды. Один палец касается губ, остальные согнуты. Со временем между ученой и гориллой зародилась настоящая дружба, и обучение пошло намного веселее. Коко даже удалось переселить из зоопарка в специальный вагончик-лабораторию на территории университета. Здесь у гориллы была своя комната, но она имела доступ во все помещения, в том числе и в комнату Пенни. Для безопасности в вагончик установили клетку, но она так ни разу и не понадобилась. И это, в общем-то, неудивительно. Вы же не сажаете своих друзей в клетки, верно? Даже если они покушаются на ваш запас вкусняшек в холодильнике. Обезьяна довольно быстро освоила азбуку глухонемых, и к трем годам безошибочно пользовалась двумя сотнями слов. Доктор Паттерсон, наблюдавшая за Коко, рассказывает, что горилла научилась хорошо передавать не только значения окружающих предметов, но и самые разные чувства. Например, Коко не любит мыться в ванне, и когда ей показали снимок с изображением другой обезьяны, которую собирались искупать, она сигнализировала «Я там плакать». Увидев лошадь с удилами во рту, умная горилла сразу же показала «лошадь печальна», пояснив «зубы». Но не думайте, что Коко доступны только грустные эмоции, ведь эта обезьяна даже умеет шутить. Однажды она даже назвала себя хорошей птичкой, утверждая, что умеет летать, а потом призналась, что это неправда. Согласно до собственного стендап-шоу, Коко еще довольно далеко, но она все-таки горилла. Кроме того, по словам специалистов, Коко понимает некоторые абстрактные понятия, а также, что такое прошлое, настоящее и будущее. Как настоящий родственник человека, обезьяна проявляет невероятную сообразительность, когда нужно схитрить и избежать наказания за свои шалости. А если она не знает названия какого-то предмета, то изобретает свое, соединяя знакомые слова. Например, кольцо, которое носила Пенни, Коко назвала «ожерелье палец». Что же это вполне логичное объяснение, ведь кольца в самом деле являются чем-то вроде ожерелья для наших пальцев. Конечно, что не обошлось без скептиков и всяких подозрений. Еще в самом начале многие говорили, что доктор Паттерсон всего лишь дрессирует Коко. А в этом нет ничего удивительного. Вон слонов тоже можно выучить разным трюкам, это же не значит, что они заговорят. Но несмотря на всех неодобрительно настроенных зануд, факты говорят о том, что горилла повторяет жесты совсем не механически. Например, оставаясь в одиночестве, Коко играет со своими куклами и ведет с ними долгие беседы на языке жестов. А теперь представьте себе какого-нибудь тигра, который прыгает через кольца просто так, в свободное от выступления время. Да, нам тоже кажется, что это мало похоже на правду, если дело происходит не в каком-нибудь мультфильме, конечно. А вот Коко несколько раз пыталась общаться на языке жестов даже с другими животными. Но не получив ответа, переключилась на неудушевленные предметы. Они, конечно, тоже оказались не очень разговорчивыми, но похоже, что обезьяна понимает, в чем причина такой молчаливости. Но вам наверняка очень интересно, как вдруг горилла может не только размахивать конечностями и рычать на окружающих, но и научиться самостоятельно разговаривать с собственными игрушками. У доктора Паттерсон есть простой ответ на этот вопрос, ведь во время тестов ее любимица показала уровень IQ, сопоставимый с нормой взрослого человека. А еще Коко умеет рисовать примерно на уровне развития трех-четырехлетнего малыша и отображает в своих рисунках любимые игрушки и окружающий мир. Кстати, у Коко был самый настоящий бойфренд по имени Майкл – крупный горилла-самец. Прежде чем состоялось их знакомство, помощники Пенни обучили кавалера нескольким словам жестом и предупредили Коко о том, что это хорошая горилла. После, когда обезьяны подружились, они составили первую в мире пару животных, владеющих человеческими средствами общения. И это просто невероятно круто! Причем они использовали язык жестов не только для того, чтобы передавать друг другу какой-нибудь банан. Когда Майкл оторвал ногу у куклы Коко, она назвала его грязным плохим туалетом. К сожалению, Майкл не дожил до сегодняшнего дня, не оставив потомство. И нет, нога куклы здесь совсем ни при чем. Но за свою жизнь он тоже успел сделать огромный вклад в науку и даже рассказывал ученым о своем прошлом в дикой природе, детстве и родителях. Нет, погодите еще раз, обезьяна рассказывает о прошлом! Вау! Интересен и другой случай, когда Коко решила завести себе питомца. На свой день рождения в 1984 году она попросила смотрителей подарить ей кошку. До этого горилла уже проявляла интерес к другим животным, и потому и принесли несколько бездомных котят на выбор. Внимательно рассмотрев каждого, а некоторых даже пощупав, она решила оставить себе серого котенка без хвоста и назвала его Олл Болл. Честно сказать, мы понятия не имеем, как ученым удалось выяснить это имя, но на то они и ученые, верно? Коко ухаживала за котенком, как за собственным детенышем, катала на спине и обнимала. Но, к несчастью, в том же году котенок убежал из клетки гориллы и его сбила машина. Коко очень расстроилась и долгое время рассказывала всем о своих переживаниях. Когда ее спросили, что именно произошло с котенком, она показала кот спать. А увидев фотографию котенка, похожего на ее питомца, Коко ответила. Плакать, грустно, хмурится. Стойте, стойте, не стоит расстраиваться, ведь у умной гориллы было еще несколько кошек, которых она успела вырастить за свою жизнь. Коко относится к ним с большой теплотой и нежностью, любит обнимать и прижимать груди. Ну, просто мими-ми. Честно признаемся, поначалу каждая из котят выглядит очень напуганным, но это неудивительно. Представьте, что вас внезапно в руки берет огромная горилла. А, точно, такое уже было в фильмах про Кинг-Конга. Ну, в общем, вы поняли. Сегодня Коко уже 46 лет. Но это совсем не мешает ей с удовольствием играть, листать яркие книжки, обниматься и радоваться простым вещам. Впрочем, горилла отлично чувствует природу, даже находясь среди людей. В своем послании человечеству Коко рассказала о том, что любит нашу планету точно так же, как людей, и ей очень грустно от того, что происходит на Земле в последнее время. Горилла призвала защищать планету и даже сказала, природа следит за вами. Звучит немного угрожающе, но, пожалуй, здесь есть над чем задуматься. Если вам интересно, вы можете найти это видео целиком. За свою жизнь Коко успела стать настолько знаменитой, что даже вдохновило писателя Майкла Крайтона на создание романа Конга, по которому потом сняли одноименный фильм. Да, там тоже была говорящая горилла, а еще у ленты целых семь номинаций на «Золотую малину». Так что, если вам захочется посмотреть какой-то фильм на эту тему, лучше найдите тот, который сняли про саму Коко. Он, конечно, документальный, и там нет крутого экшена, джунглей, алмазов и лоры линии. Но зато очень много интересной информации. И самой Коко ясное дело. А еще у этой говорящей гориллы есть собственный сайт и канал на Ютубе, который регулярно обновляется. Что ж, осталось дождаться аккаунта в Инстаграме и Твиттере. Между прочим, в этом нет ничего фантастичного, ведь Коко уже умеет обращаться с клавиатурой и распознает многие слова в письменном виде. Друзья, а о каких удивительных животных известно вам? Ведь горилла Коко далеко не единственный пример говорящей обезьяны и долгой дружбы между человеком и зверем. Расскажите в комментариях, если вам что-то известно. И, конечно, не забудьте поставить этому видео лайк. Прикольные гаджеты, технологии будущего, удивительные изобретения и другие крутые фишки, связанные с техникой, на канале Техзон. Подписывайся, не пожалеешь. Ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение. Лиз Пью из фонда человекообразных обезьян в Айове работает с группой Бонобо. Их с рождения воспитывали среди людей. Теперь им около 20 лет. Передай масло, пожалуйста. В повседневной жизни их знакомят с множеством предметов и действий, чтобы подтолкнуть к использованию языка. Обстановка вполне неформальная. Бонобо ведут домашнее хозяйство. Даже готовят себе еду. Обезьяны пользуются набором символов, лексиграмм, чтобы общаться с Пью и руководителем проекта Биллом Филдсом. Ты будешь еще что-нибудь, кроме лапши? Хочешь хлопья? Мы ежедневно пользуемся лексиграммами для учебы, во время еды, когда ложимся спать или отдыхаем. Независимо от того, что мы делаем, мы обращаемся к этим символам. Это наш способ общения. Результаты такого подхода впечатляют. С помощью теста исследователи предлагают самке Бонобо продемонстрировать свой обширный словарный запас. Нажатием на зеленый круг она открывает символ, обозначающий слово, а потом слышит, как оно произносится. Латук. Хорошо. Нужно сделать 15. Затем обезьяна выбирает картинку, обозначающую слово. Арбуз. Кофе. Пять. Лис уверена, что Бонобо понимают на слух значение более двух тысяч слов английского языка. С помощью лексиграмм они общаются, используя 250 слов. Хорошо. Давай еще. Резинки. 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 Молодец. 15 из 15. Другой Бонобо Канзи обладает даже более выдающимся талантом. Возможно, это единственная в мире человекообразная обезьяна, которая понимает не только отдельные слова, но и целые предложения. Для демонстрации Лис использует ряд предметов. Пожалуйста, возьми шприц. Шприц. И сделай кукле укол. Животик. Хорошо. Канзи, положи лук в кроличью голову. Возьми лук и положи его в кроличью голову. Спасибо. Давай, расстегни. Правильно. Теперь снимем это. Аккуратно. Еще можно снять куклы шапку. И носок тоже. Отлично. Молодец. В США умер орангутанг, умевший общаться на языке жестов. Примату по имени Чантек было 39 лет, и он страдал от болезни сердца. В 1978 году антропологи из университета Теннесси решили обучить орангутана и узнать, действительно ли только шимпанзе способны выучить язык. В итоге Чантек доказал, что нет, не только. Он освоил около 150 знаков американского языка жестов. Позже его поместили в зоопарк в Атланте, где он активно общался с работниками. Кроме того, Чантек умел убираться в помещении, мастерить инструменты, а также мог показать маршрут от университета до местного фастфуд-ресторана. Чантек был еще и старейшим в мире орангутаном самцом. В декабре ему исполнилось бы 40 лет. Привет, меня зовут Альяна. Я расскажу вам про говорящих обезьян. С давних пор люди пытались научить приматов разговаривать. И только в 1916 году Вильяму Фернесу удалось путем долгих трудов и терпения научить орангутана говорить слова «дэдди» и «кап». Больше его не удалось ничему научить, и поэтому ученые решили, что, ну, раз обезьяны не умеют говорить слова вслух, то они и речи обучаться не способны. Не могут приматы издавать членораздельные звуки, потому что анатомия их речевого аппарата это не позволяет, и у них недостаточно мозговых структур для волевого контроля над звукопроизводством. И через целых 50 лет, в 1966 году, Алан и Белла Трейса Гарденеры обратили внимание на то, что приматы общаются между собой жестами. И решили, почему бы тогда не изучать лингвистические способности приматов, обучая их жестам. В итоге они приобрели самку шимпанзе Уоша и начали обучать ее языку Амслен. Амслен – это язык-посредник. Что вообще такое языки-посредники? Это упрощенные аналоги человеческой речи. Они реализованы с помощью доступных для приматов средств, такие как жесты, жетоны, клавиши компьютера. И вот Амслен – это один из трех основных языков-посредников. Вообще, это основной жестовый язык в США и англоговорящей Канаде, но использовали его упрощенную версию для обучения приматов. Обучение Амслену происходило примерно таким образом. Примату показывали какой-то предмет, показывали жест, который означает этот предмет, и складывали ему лапку в правильный жест. Через какое-то количество повторений, оно разнится у разных приматов, примат запоминал жест и мог его использовать для того, чтобы попросить этот предмет, ну или обратиться к кому-то. Помимо существительных, в этом языке есть глаголы, наречия, местоимения, обозначения времени, и эмоциональным оценкам также дано обозначение, таким как «хорошо», «плохо», «жаль», «смешно». Вот, собственно, примерно некоторые жесты. Не примерно, а вот жесты. И следующий язык, посредник. Это язык Дэвида Примака. Это жетоны на магнитной доске. Выглядят они примерно вот так. Первый примат, который был обучен этому языку, это шимпанзе Сара. Общение происходило примерно таким образом. Примат берет жетоны, выкладывает их на магнитной доске, пока не получится предложение. Вот это вот предложение. Язык создавался в два этапа, и во время обучения, во время процесса обучения Сары, на первом этапе Примак оперировал символами, которые уже известны были Саре. Например, яблоко – это треугольник, а банан – это квадрат. Далее он обучил ее имени своему, ее имени, имени трех ассистентов, которые с ней работали. И уже через некоторое время она обучилась всем предметам, которые ее окружали, названием всех предметов, которые ее окружали. Также она познакомилась с цветами и даже с сочетаниями всех цветов. На втором этапе Дэвид решил добавить предлог «на» и стал обучать Сару. Для проверки после обучения он составил несколько ничего не значащих предложений, таких как красный на зеленом, коричневый на банане. И неожиданно для него Сара начала его сама учить, отодвинула тренера от доски и начала сама составлять предложения, например, только незаконченные предложения. Например, «яблоко на» и давала ему несколько жетонов, обозначающих какие-то предметы стол или блюдце. Как бы намекая, что можно положить банан на блюдце, но нельзя на зеленое. Вот, и кажется, Сара усвоила понятие слова «на». О, это еще немного примеров. Следующий язык-посредник, которым обучали приматов, это еркский. Назван он так в честь института, в котором разрабатывался. Состоит, в общем, он из небольших геометрических фигур, которые ничего не означают. Ну, они означают предмет какой-то, но сами по себе они ничего не иллюстрируют. Эти фигуры называются лексиграмами. Как происходит общение на этом языке? На внутренней стене помещения, в котором находится примат, имеется клавиатура, на нее нанесены лексиграммы. Когда примат наживает клавишу, то компьютер произносит вслух слово, которое она выбрала, и проецирует его на экран. Последовательность лексиграмм компьютер считает фразой, если она начинается определенным событием и заканчивается точкой. Чтобы начать разговор, примат должен дергнуть ручкой за штангу, укрепленную над клавиатурой. Ну, и чтобы закончить фразу, поставить точку. После того, как точка поставлена, компьютер обрабатывает предложение и делает вывод. Если фраза правильная, это звенит колокольчик, если нет, то лексиграммы исчезают с экрана, и нужно начинать набор с самого начала. Шимпанзе Лана, самая первая, которая обучалась этому языку, быстро раскусила всех. И если делала ошибку и понимала это, то она не продолжала писать предложение, а просто ставила точку посреди предложения, начинала сначала. Экспериментальное оборудование допускает несколько автоматических ответов. Шимпанзе может заказать себе поесть или попить. Ну, например, пишет фразу «Пожалуйста, машина, дай мне кусочек банана». И автомат подает лакомство в углубление в стене. Точно так же есть возможность попросить кусочек яблока, изюм, открыть окно, включить фильм. Можем посмотреть небольшое видео, как в Бонобо Канди проходит экзамен. Принцем. pł П Субтитры делал DimaTorzok Давайте попробуем разобраться, что такое речь Википедия говорит, что речь это форма общения, которая состоит из языковых конструкций Таких как буквы, слова, предложения Они создаются на основе определенных правил Чарльз Хокетт, американский лингвист и антрополог, сформулировал ключевые свойства человеческих языков Правила, которым они соответствуют Давайте по порядку по ним пройдемся и посмотрим на их проявление у приматов Первое свойство человеческих языков это семантичность То есть присвоение определенного значения абстрактному символу Ребенок это не какой-то определенный ребенок Это все дети, это щенки, человеческие дети, котята, телята Это нарисованные дети, это реальные дети Собака это не какая-то одна собака Это все породы большие, маленькие, нарисованные, реальные Шимпанзе в экспериментах показывали понимание этих метапонятий Также обнаружилось, что приматы могут понимать письменность То есть берем произвольно взятые символы и каждому назначаем значение, которое символ никак не иллюстрирует Ну, вы видели еркский Следующее свойство человеческих языков продуктивность То есть комбинирование известных слов в одно новое, если нам неизвестно для него название Так шимпанзе Оша, гуляя по парку, впервые увидела лебедя И скомбинировала два знака, которые она знала В один вода птица Арбуз она назвала конфета пить А другая шимпанзе называла его фрукт-напиток Маскарадной маске дали название «Шляпа глаза» Горилла Коко Да, вот Арангутан Чентек изобрел сочетание знаков «нет зубы» Для того, чтобы сказать, что он не будет кусаться во время игры Оша сама придумала жест для понятия «прятки» и «нагрудник» Приматы могут обзываться Шимпанзе Оша обругала служителя, который не давал ей пить, несмотря на ее просьбы, грязным джеком Самое грязное ругательство, которое когда-либо было придумано приматам Было изобретено гориллой Коко Оно выглядело как сортирный грязный дьявол Как и зачем ее обучили слову «дьявол» я не знаю Следующее свойство – перемещаемость То есть предметы обсуждения могут находиться в другом месте, в другом времени И эксперименты показали, что приматы могут строить высказывания об отсутствующих объектах О событиях прошлого и будущего Например, Банабо Канзи, с которым мы смотрели видео Обсуждает с помощью клавиатуры с наставницей маршруты своих будущих прогулок А горилла Коко рассказала о другом примате Майкле Который безобразничал в отсутствии тренера несколько дней назад Антропоиды способны овладеть достаточно абстрактными понятиями Например, еще Да, нет, страшно Потом, друг, понарошку Также обезьяны могут врать и шутить Горилла Коко называла себя птичкой И после нескольких недоуменных вопросов экспериментаторов сказала «Коко шутит» и посмеялась Следующее свойство – культурная преемственность Способность обучаться у своего вида Передавать знания из поколения в поколение и внутри группы Шимпанзе в экспериментах показывали, что они могут осваивать язык посредник Благодаря пребыванию в языковой среде Но они делают это не так быстро, как человеческие дети И могут продвинуться не так далеко Этот феминоин впервые был продемонстрирован шимпанзе Оша Она обучила своего приемного сына Луиса знакам Амслена Люди не показывали ему знаков, не общались с Оша при нем Но общаясь с ней, играя и с другими приматами Он принял 55 знаков Амслена И в итоге шимпанзе начали общаться между собой в группе без экспериментаторов Бонобо Канди, с которым мы смотрели видео, вообще изучал ерский язык Но играя с приматами, которые общались на Амслене, он немножечко у них тоже принял знаков Амслена В итоге став таким себе полиглотом в мире шимпанзе Следующее свойство преднамеренность коммуникации То есть возможность инициировать разговор о его тему Приматы могут целенаправленно просить экспериментаторов об обучении Например, орангутан и Галина Филиппова, если забывают, как называется предмет Протягивают лапку, чтобы она сложила им в правильных жестах Шимпанзе Лана, несколько раз попытавшись попросить неизвестный ей объект Коробку от ММДЭМС Попросила тренера сообщить имя этого предмета С ней также был еще один забавный случай Ставился эксперимент, целью которого было посмотреть, как она освоила правильную последовательность слов в предложении Ее компьютер и компьютер экспериментатора были подключены к одной электронной доске Лана набирала слова в предложение А Тим, пока она не видела со своего компьютера, вставлял туда ошибки Проверяли, как она будет их исправлять и будет ли Она поначалу исправляла, но потом она проследила за Тимом Увидела, что он ставит туда ошибки и вместо своего задания следующего написала на клавиатуре Тим, пожалуйста, выйди из комнаты Видеозаписи, сделанные в отсутствии экспериментаторов Показали, что шимпанзе могут вести между собой активные диалоги Они обсуждают глянцевые журналы, которые им выдали экспериментаторы Они держат их ногами, а руками жестикулируют Употребление слов языка-посредника выдерживает проверку двойным слепым контролем В одном из экспериментов шимпанзе Ширман и Остин Должны были набрать лексиграмму в одной комнате, а взять предмет, который они набрали, в другой Один из экспериментаторов видел только, какую набирают лексиграмму А другой только тот предмет, который берут приматы В итоге исключалась любая, даже неосознанная подсказка со стороны человека Из этого были сделаны выводы, что обезьяны используют язык посредникосмысленно И, наконец, я хочу сказать, что я вдохновлялась этими двумя книгами Светлана Бурлак «Происхождение языка» и Франс Деваль «Истоки морали» В них эти вопросы развернуты более широко и в разных областях И вся информация взята либо из них, либо из Википедии Спасибо 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 Продолжение следует...